друзья всем привет это компания про тюнинг на связи мурат и мы с ведущей игорь у нас сегодня очередной выпуск новостей из мира авто самые нашумевшие самые интересные за прошедшую неделю поэтому присаживайтесь поудобнее и мы начинаем абсурдный краш-тест джили манджара двумя кроссоверами honda серви у нас вот видео показывается как джили снова удивляет вот такими вот необычными краш-тестами которые они проводят в этот раз они взяли две honda серви прицепили их на трассах к кранам и посередине поставили собственно джили манджара и у отпустили 2 эти honda которые собственно прилетели в джили в прошлые разы мы помним как с джили манджара тоже произвелся необычный краш-тест на нее сбрасывали сверху большой такой тяжелый контейнер и она собственно поставила успешно также до этого zikr нам показывала краш-тест того как бетономешалка падает на их модель 009 а как мы знаем zikr это один из брендов который принадлежит концерну джили ну собственно сказать что это по сути одна и та же компания любят они вот так вот удивлять и я надеюсь что-нибудь интересное мы еще увидим от них для меня это больше такой некий pr-ход чтобы еще больше раскрутить не знаю шум вокруг своих автомобилей поскольку не думаю что как-то в реальной жизни такое может случиться когда два автомобиля прицеплены на кран могут столкнуться другие автомобили но выглядит интересно довольно таки круто продумано поэтому джили молодцы но тут на самом деле хочется помню что людям наверное скучно смотреть стандартные краш-тесты где машины развиваются об одни и те же препятствия хоть это и правильно то есть это все нарабатывается годами чтобы улучшать безопасность в автомобилях но людям хочется зрелищ и джили нам их показывает итак следующая новость довольно таки интересно для нас поскольку в нашем автосалоне есть такие автомобили связаны с этой новостью собственно в марте продажи электромобилей в россии поставили исторический рекорд до статьи говорится о том что по данного автостата в марте 24 года было продано 2499 новых автомобилей и это больше чем в принципе когда-либо было за историю в нашей стране и кстати самым популярным автомобилем в этой всей подборкой стал zikr это целых 1216 машин то есть это почти половина от общего количества всех электричек которые были завезены в нашу страну и проданы так что друзья если вы заинтересованы в покупке нового автомобиля будь это электрокар либо автомобиль из dvs обращайтесь смело к нам в компанию протюнинг мы даем гарантию до трех лет и можем привезти вам абсолютно любой автомобиль который только вы пожелаете следующая новость тоже связано с электрокарами а именно 8 августа компания тесла представит свое роботакси да пока что к сожалению никаких подробностей о том что это будет за машина как она будет выглядеть что это будет как это будет технически собственно все устроено абсолютно нет но говорят что им оставят очень большие ставки на этот проект и изначально это будет в принципе первый автомобиль который будет проектирован без органов управления и самое время я думаю покупать акции тесла ушла очень скоро они должны снова взлететь есть этот проект окажется все таки успешным ford отложил производство новых электрических моделей что ты по этому поводу думаешь вот еще одна компания которая откладывает полный переход на электромобили тут у нас ford делать немножечко по другому теперь автомобиль который будет продаваться в сша будет иметь минимум одну гибридную версию а как раз таки полный переход на электродвигатели будет у нас собственно немножечко попозже все это принято из за того что гибриды как раз таки в сша набирают большие обороты в то время как электромобили пользуются не такой популярностью не таким спросом но это опять же подтверждение тому о чем мы говорили буквально в прошлом выпуске что за гибридами у нас будущее а с электрокарами пока что мы немного подождем следующая новость в россии на семьдесят три восемь процента выросли продажи автомобилей с пробегом дороже трех миллионов рублей ну тут опять у нас новость подтверждение тому что не все так плохо как нам все рассказывают постоянно потому что всегда все говорят что вот автомобили всегда дорожают никто не будет их покупать буквально недавно были новости о том что подражает у нас утери сбор на машине и все их никто не будет покупать но я вас уверяю что все будет нормально уже очень много кризисов мы собственно переживали подорожание автомобилей так далее сейчас у нас собственно очередной но при этом мы видим новости что на целых семьдесят три процента выросли продажи автомобилей так не просто машины которые стоят дороже трех миллионов рублей достаточно значительная сумма на сегодняшний день и казалось бы если бы все было так как нам рассказывают то мы бы сейчас это вам собственно и не говорили а в топ 5 самопродук продаваемых автомобилей с пробегом ну как раз таки от трех миллионов рублей вошли джили манджаро toyota camry bmw x5 bmw 5 серии и toyota land cruiser но собственно автомобили которые у нас больше всего ездит по дорогам и так следующая новость также связана с электромобилями а именно глава стилантис считает электромобили бессмысленными с точки зрения экологии ну собственно опять в те же ворота о чем мы и говорим всегда зеленая поверсочка немного у нас разворачивается и тут собственно исполнительный директор концерна сталантис это карла с товара заявил что нынешние автомобиля из-за излишнего веса тяговой батареи не имеет большого смысла с точки зрения экологии но это одна из причин на самом деле я думаю ни для кого не секрет то что электроавтомобили не такие уж и экологичные как нам рассказывают о них потому что скрывается за этим всем очень много факторов как минимум исходя из того откуда берется электричество которым их заряжают не самым зачастую экологичным способом это первое второе не перерабатываем батареи третье то что по сравнению с двс которые сейчас уже достигла класса евро 6 тот же евро 6 у нас максимально уже экологичный если приравнять это все с вредом который наносит электромобиль то как будто бы двс будет даже немножко по экологичнее плюс нам не говорят в электрокарах о том что есть колодочная пыль которая летит диски тормозные которые стираются шины которые трутся об асфальт и так далее это все наносит тоже достаточно большой след экологии гораздо больше чем просто двигатель с системой собственно евро 6 который будет кататься по дорогам поэтому понемножку все разворачиваются в обратную сторону что электроповестка это не так хорошо и радужно как оказалось изначально япония запретила экспорт моторного масла в россию ну тут на самом деле ничего страшного в этом нету мы уже много раз слышали такие заголовки что что-то запрещают возить кто-то уходит и так далее но в принципе не думаю что у нас пропадет какое-то масло с прилавков всегда это все привозилось и будет привозиться спокойно но здесь наверно самое смешное то что на картинке у нас представлены масла такой ама тойота митсубиши и зепру из которых я точно знаю что такая мы например это не японское масло просто такой забавный факт сейчас о том что это масло на самом деле производится в россии этот бренд изначально вообще российской на автодроме new нюрбург ринг куда ни слова ты чё нюрбург ринг норкшляев северная петля 24 километра с половиной там все тачки испытывают на повестке следующая новость в германии на автодроме нюрбург ринг заметили новые porsche k1 на тут нам говорится о том что это собственно будет полностью электро касса кроссовер который станет дар самым дорогим самом немецкой марки представят и в 2027 году стоимость новой модели превысит 190 тысяч евро но самое примечательное что я заметил в этой новости то что задняя часть этого автомобиля очень схожа с одним китайским брендом как говорили изначально что zikr немножко как бы косит под porsche а тут у нас теперь porsche показывают новую машину с ней которые заметили которая очень сильно похожа на zikr в общем дизайн такой что машины действительно похожи очень сильно друг на друга а новый сав выйдет совсем не скоро но я думаю когда эта машина будет собственно представлена уже официально мы про не еще раз подробно поговорим состоялся официальный запуск британо-китайского бренда mg в россии сейчас небольшая ремарка для тех кто впервые слышит эти две буквы mj это автомобильный производитель которому уже на самом деле больше ста лет он известен в основном в европе потому что это британский производитель автомобилей и больше всего не выпускали быстрых двухместных спорткаров но со временем они начали гулять под одной компанией под другой то есть бмв рейндж ровер и так далее и сегодня китайский концерн сайк владеет собственно той самой компании mg и буквально недавно москве состоялась презентация двух моделей это mg5 и mg6 это автомобили которые будут в сегменте примерно около двух миллионов рублей mg5 обещая даже уместить в 2 миллиона будет стоить дешевле а mg6 будет немного дороже и это на самом деле очень тяжелый сегмент в котором каждые 10-50 тысяч рублей в одну или другую сторону имеют решайшее значение при выборе автомобиля так вот у нас на самом деле будет не только эти две модели также они представили и несколько кроссоверов это hs zs с индексами 6 и 7 и несколько моделей гибридных в продажу эти машины поступят у нас уже в этом году обещают что во втором квартале 24 года у нас появится mg6 и zs то есть седан и кроссовер в третьем квартале у нас появится mg7 и hs и mg5 у нас появится в четвертом квартале этого года но я надеюсь что все таки машин действительно поступят в продажу уже в полном своем объеме в этом году и будет очень интересно посмотреть на борьбу этого бренда который только вышел на наш рынок впервые в принципе он вышел на наш рынок как он будет себя показывать на дистанции последняя новость в этом выпуске exit рассекретила внешность своего первого минивэна и конкретно в этой новости хочется отметить просто дизайн посмотрите насколько классным получился этот автомобиль форма на самом деле очень футуристичные необычные да это пока что у нас рендер ну это в принципе стандартная ситуация когда на рендерах показывают машина они нам кажутся просто вау безумно крутыми красивыми и так далее в живую машина я думаю будет немножко по приземлению но при этом на самом деле дизайн ни на что не похож огромные задние двери говорят что через них можно будет попасть сразу на третий ряд то есть не как привычных минивэнах что вы сначала проходите на второй ряда между сиденьями уже попадаете на сам третий что еще примечательного то что здесь у нас при его таком вот переработанном дизайне футуристичным интересным сохранились черты эксида то есть передняя часть у нас имеет решетку такую же как и на своих моделях на том же rx и так далее и смотрится достаточно симпатично в общем уже совсем скоро ее покажут на пекинском автосалоне а мы будем ждать и очень хочется увидеть эту машину хотя бы на живых фотографиях друзья а на этом все спасибо большое что смотрели данный выпуск обязательно пишите в комментариях новость которую вы хотели бы чтобы мы обсудили в следующем выпуске также подписывайтесь на наш телеграм-канал где выходит самые свежие интересные нашумевшие новости из мира авто и также до подписываться наш телеграм-канал пусть там не только новости выходят на еще и все обновления в наших автосалонах машина которая стоит у нас в наличии в наших сон огороде краснодар и москва также машины которые в пути ерунда мы совсем скоро уже поступит этот поступят наличие машины которые можно заказать и не только в общем там собрана вся самая свежая актуальная информация в нашем телеграм-канале противник поэтому скорее переходите и подписывайтесь и до следующей недели про то не скатился друзья сел